Если вы хотите изменить свою жизнь, вам надо изменить свою физиологию и внимание. Если поставили себе цель разбогатеть, нужно посвящать себя этому полностью. Не колебаться, получится или не получится. Вы должны быть уверены в успехе. Вы не проживете экстраординарную жизнь, имея обычное образование. Не будет этого. Все лидеры постоянно развиваются и никогда не останавливаются. Они обучаются и продолжают идти вперед, чтобы развить эмоциональное мастерство, потому что именно это влияет на ваш успех или неудачу. В мире существуют возможности для самообразования. Нужно изменить свою психологию. Не надо делать, как все, и злиться, потому что ничего не получается. В реальности сейчас лучшее время, чтобы жить. Если вы растете, образовываете себя, учитесь, развиваете ценные навыки. Вместо того, чтобы жаловаться, задайтесь вопросом, какой набор навыков ценится на рынке? И как мне выжать из своих способностей максимум? Если я буду цениться больше, я смогу отдать больше, сделать больше, поменять больше. Когда я брал интервью у Уоррена Баффета, я спросил его, что было самой важной инвестицией в его жизни. Учитывая, сколько он компаний создал, а он ответил, «Тони, почитай Дейла Карнеги». Я спрашиваю у него, что? И он отвечает, самая важная инвестиция – это инвестиция в себя. Умение убеждать, говорить и оказывать влияние на людей. Я бы не реализовал ни одной из своих идей, если бы не умел убеждать, и этому я научился из его небольшого курса. Он сказал, что это была самая ценная инвестиция в его жизни. Задумайтесь на мгновение. Каждое живое существо имеет в распоряжении одинаковое количество времени, абсолютно одинаковое. Вы сами решаете, чем вам заниматься. Убедитесь, что ваше занятие сможет что-то изменить, что вы расходуете время на дела, которые продуктивны, которые продвигают вас к цели. Черты, из-за которых вас считают чудаком, делают вас особенными. Это то, чем вы отличаетесь от других, ваша индивидуальность. Если вы не можете влиться в коллектив, я хочу сказать, что у меня было то же самое. И это сущность любого человека, который живет мечтой. Есть популярная цитата. То, каким вы будете через пять лет, зависит от книг, которые вы читаете, и людей, с которыми общаетесь. И это правда. Более того, это применимо ко всему. То, каким вы будете в будущем, на сто процентов зависит от того, чем вы занимаетесь сегодня, с кем общаетесь. Но еще больше, кого слушаете, во что верите, что читаете или смотрите. Вся информация, которую вы пропускаете через себя, позитивная или негативная, повлияет на ваше будущее. Тренируетесь вы или нет, даст о себе знать в будущем. Ваша текущая диета повлияет на будущее и в плане энергии, и в плане внешности. То же самое с мыслями и информацией. То, чем вы питаете мозг, определит ваше будущее. Если вы потребляете один мусор, угадайте, из чего будет ваше будущее. Приучите себя питать сознание успешными мыслями, и окружите себя людьми с такими же амбициями. Неважно, откуда вы берете информацию, будь то книги, подкасты или видео, главное пропускать ее через себя каждый день. Ваше будущее «Я» умоляет вас проявить дисциплину. Умоляет быть не как все. Учиться больше, работать интенсивнее, чем остальные. Умоляет стараться сейчас, чтобы наслаждаться потом. Если вы не питаете сознание успехом, то так и останетесь посредственностью. Каждый и следующий день будет формировать ваше будущее. Чего вы хотите от жизни, над тем нужно и работать. Хотите успеха? Трудитесь. Хотите прийти в форму? Тренируйтесь. Если хотите мира и спокойствия, проявите усилия сейчас. Действие равно результат. Мое сознание сильно. Я силен. Мои мысли сильны. Мои верования сильны. Моя жизнь сильна. Говорят, я не смогу, а я смогу. Говорят, не получится, но получится. Говорят, я не такой, но я именно такой. Моим возможностям нет предела. Я есть. Я могу стать кем угодно. Нет ничего, с чем бы я не справился. Чего я не получу. В моем сознании нет пределов. Я могу стать кем угодно. Справиться с чем угодно. Обрести что угодно. В моем сознании нет границ. Что-то внутри нас стремится к улучшению. Мы хотим быть лучшими людьми, быть больше, делать больше, делиться, создавать, отдавать больше. Но это редко получается. Мы хотим чего-то, что, как нам кажется, сделает нас счастливыми. Хотим расти, вносить вклад в общее дело. Но вместе с этим, например, все хотят красивое тело, но никто не хочет упражняться. Нам надо понять, что именно прогресс и есть счастье. Если вы знаете, что хотите и постоянно двигаетесь в нужном направлении, вы это получите. Вы окажетесь там, где есть та страсть, легкость, результат, который вы желаете. Запомните, первое, что нужно, это увлекательная цель. Что вас захватывает? Цель должна быть конкретной, измеримой, и важнее всего, она должна придавать вам энергии. Второе, вам нужна достаточно сильная мотивация, чтобы переживать трудные времена. Нужно намерение, которое будет вести вас. Третье, вам нужен план, карта, список ключевых действий, который поможет закрыть пробелы между тем, где вы сейчас и где хотите быть. Надо понять, что 20% работы отвечает за большую часть прогресса. И, наконец, начать действовать. Кем вы хотите стать? Чем вы хотите заниматься? Что хотите испытать? Что дать этому миру? Чем овладеть? Каким вы хотите сделать следующий год? Чего желаете больше всего? Как будет выглядеть карта и какие действия приведут вас к цели? Пожалуйста, ради вашего же блага, сделайте что-нибудь после просмотра этого видео. Дайте себе толчок для дальнейших действий. Если начать сегодня, вы можете изменить все. Если вы знаете человека, у которого были цели, мечта, какое-то сильное желание, и у него получилось, я утверждаю, что в глубине души вы верите, что тоже справитесь. Это возможно. Если кто-то может превратить мечту в реальность, то это возможно. И вы можете превратить в реальность вашу мечту. Поэтому, когда вы начинаете вглядываться в свой желанный образ, начинаете принимать его, то понимаете, это реально. Мне очень повезло. У меня в жизни и внутри происходит много всего. Я смогу выдать свой потенциал миру. Смогу написать собственную книгу. Запустить бизнес. Путешествовать. Это возможно. Я воспряну после всех невзгод и перепишу свою жизнь. Неважно, где я сейчас. Все улучшится. Я вспоминаю историю о двух мужчинах. Они жили в Чикаго. Оба построили успешную карьеру. Оба примерно с одинаковым бэкграундом. Образованные. Много лет они работали в корпорациях и были среди множества людей, которые потеряли работу. Двое мужчин были хорошими друзьями. Оба искали работу несколько недель. Оба сталкивались с отвержением и разочарованием вновь и вновь. И не могли ничего найти для себя. История, как у тысяч других людей в этой стране. Один остановился. Он потерял веру, перестал ходить на собеседование. Он остался дома. Смотрел телевизор. Начал спорить и ругаться с женой. Пить пиво. Общаться со своими другими безработными друзьями по телефону. В итоге он просто сдался. Другой не переставал искать работу, где бы он ни был. Постоянно спрашивал людей, налаживал связи, ежедневно просматривал газету. Ходил куда угодно. У вас слишком много образования, излишек компетенции. Вы здесь не задержитесь. Но он продолжал. Он пошел в одну компанию и сказал людям, «Если вы не можете нанять меня, хотя я знаю, что можете, учитывая мои способности, навыки и таланты, я не хочу сидеть дома и ничего не делать. Просто позвольте мне хотя бы волонтерствовать. Не давайте ничего взамен. Я хочу работать, хочу быть занятым». Ему ответили, «Ну хорошо, вы сами попросили. Не ожидайте от нас ничего». И этот мужчина каждый день приходил на работу самый первый и уходил самый последний. Месяц спустя один из топ-менеджеров уволился, и ему стали искать замену. Угадайте, кого выбрали. Того мужчину, того, кто жертвовал своим временем. Он занял освободившуюся должность. В чем разница между двумя мужчинами? Видение и осознание. Видение – это просто осуждение на основе того, что вы видите. На основе внешнего вида. Но осознание – это интерпретация того, что вы видели. Один мужчина сказал, «Это невозможно, с меня хватит, я не могу, у меня не получится». Он сдался. Мне слишком много раз отказывали, я больше не пойду на собеседование. Работы нет. Другой мужчина верил, что, несмотря на все отказы, несмотря на состояние экономики, новости в газетах, он верил, что кто-то где-то наймет его на работу. Он продолжал искать, веря, что это возможно. И знаете что, леди и джентльмены? Так и надо поступать с мечтой. Потому что с вами в жизни постоянно происходят вещи, которых никак невозможно ожидать. И часто, когда это происходит, хочется сдаться. Субтитры создавал DimaTorzok